еще раз доброе утро вернее по новой доброе утро потому что видео новое так ребята стою на 45 швеции промзоне мне тут нравится в принципе не туалета нету но если очень хорошо поискать то можно найти потому что вот там кто-то работает можно зайти спросить вот там я видел но я особо еще не ходил вот что хочу сказать значит настоять я буду 24 часа да там вот кстати вот что то есть какая-то постройка можно туда и слазить если будет желание 24 часа стою завтра в час дня у меня паром но не завтра на завтра в 2 час дня в 13 00 паром у меня на германию все что там происходило со мной почему здесь оказался смотрите в прошлом видео а сейчас я решил зашел на карту посмотрел ребята здесь лидл рядом буквально 10 минут пешком 850 метров так что прогуляемся по швеции часто эти теплее стало чем там час назад и сюда смотри кто-то заезжает то есть можно найти вот там даже по-моему какой-то магазин что ли открыт какой-то там похоже строительный да но сегодня же суббота не воскресенье так что может все что работает так что вот так идем прогуляемся картошку фри купим так что может быть сегодня еще при вам эфире или вообще карты будем делать картошку сосисками у меня сосиски есть картошка и консервы через голланд к вот ну так ладно что там у нас жене звонить не буду куда нам идти сейчас посмотрим по навигатору так ну так вот и идем все правильно я думаю что мы правильно идем как он что-то молчит он там точно там был магазин и он открыт биг макс какой-то похоже на строительный вот нам сейчас как дальше идти или налево здесь повернуть я думаю что мы прям и промежу нажать в путь да вот по этой дороге мы пойдем как люди как положено так скажем тепленько да если тут еще туалет был было бы вообще бы здорово и наверное я стартану все таки 4 утра бы десятку вообще еще подумаю честно так значит куда-то повернуть и туда нам по моему мы где-то здесь идем да надо вот здесь выйти а тут нет какой-то пешеходной дороги нет делать пешеходы ходят наверное они не ходят только ездят мы туда в лес пойдем биг макс ну работал может работает может там какой-то типа склад а наверное все таки с той стороны магазин там кого-то выгружались загружали надеюсь тут можно по дорогам ходить это не преступление на не взял ветрозащиту я кстати честно говоря ребят я вам скажу шапку отдел я первый раз гулять тут по швеции пешочка вода не гулял по швеции первый раз тоже машины по моему стоят на паузе так что все замечать замечательное место интересно ну да стоят две машины даже и пусть классно надо запомнить обязательно вернее пользоваться запомнить я уже запомнил валтер ездит это паркинг нерабочий наверное открывает когда вот грудь это здесь ладно думаю не потеряемся мы и я здесь я блин что я туда пошел что ли мне надо мне надо чуть не убежал в кольце походил так скажем 6 минут показывает идти знаете сейчас я иду и смотрю блин тут место на 45-ку немерено поставить можно блин вообще мне нравится нравится даже как германии даже лучше надо вот такие вот места просто находить промзоны такие вот там а тут начинает уже поселочек поэтому а это был район промзоны да а он и лидл блин уже за углом офигеть перейдем дорогу я в принципе мог и по той дороге идти по какой шел не думаю что там были бы какие-то проблемы совсем рядом но посмотрим на шведский лидов эти должны а я по-моему не взял маску надо тут маски не надо по-моему швеции не надо покупать зайти приготовил маску но не взял и есть или нет было когда там а сейчас даже не знаю я нет не вроде без массы слава богу шведский лидов а у них же у них кроны тележку покупать у них кроме ли да не бесплатные тележки вроде бесплатно тележки дается ну ладно уже снимать там не будем мы не солидно первый раз так что пойдем просто ребята все побывал магазине пока вышел в магазине блин ветер поднялся солнце опять исчезло вот что похолодало вот ну что я бы не сказал что цены тут очень значительно отличается чуть-чуть может повыше чем лад вот какие-то продукты да подороже я бы не сказал что так существенно купил я себе купил я себе что-то наверно не будучи раскатываем что ветер задувает плохо будет слышно вот купил печенье себе в дорогу такие коробку йогурт большой шоколадками такой купил блины купил будем сейчас печь на мультиварке что там я еще купил курицу купил как обычно да ну ножки вермишельку картошку фри йогурт и а пасту эту икру типа в тюбиках на пробу одну или две одну по моему купил такой как типа а варенье купил и такого как рисовый йогурт что ли в этих самых таких как и подморожено да не пластиковое посмотрим что это такое попробуем мне так кажется это такая сладковатая паста которую типа нужно мешать с вареньем и можно кушать сейчас приду думаю блины начну печь и картошку жарить о ладно снежок да опять появляется пойдем я думаю что мы не заблудимся где-то вот здесь мы шли нам сейчас туда нет нам сейчас туда направо да направо на вот туда вот этот магазин big max реально мне нравится я почему-то думал что в швеции больше дороже продукты но вот лёша там говорит что сыр за килограмм за 4 евро можно купить хороший вкусно но я тут такого не видел я в сырах не спец домой бы отвез ну может быть еще посмотрю что тут есть у них земля такая земля камни где такая мягкая земля это очень редкость для швеции скажу а вот камни булыжники это да это норма камни скалы котлова роют что-то будет еще делать звук сосен такой как у нас на взморе надеюсь мой вообще место и место главное не суваться большие города и знать где где съехать страз так скажем у ладненько пойдем пойдем будем ну вот ребят распаковался я связался с женой все у меня дома в порядке все под контролем покажу что я купил вот я купил такой рис грот написано какая-то масса масса судя по названию это рис и купил к нему варенье но блин может быть это ну это я думаю творожная масса я люблю такие вещи купил две такие пачки и заодно к ним купил конечно варенье там же нарисовано варенье значит и я купил варенье картошечка фри курочку вот эту что я говорил 900 грамм там меньше не было ну там 3390 по-моему стоило буду варить с вот этим рисом я обычно варю курицу с рисом такой супчик делаю вот эти купят а вот блины я купил сейчас буду блин жарить мультиварки блинчики а что варенье есть блинчики если творожная масса вообще супер правда и купил такую намазку в дорогу на хлебушек things cover cover но это типа икра наверное какая-то там тресковая или какая-то потомку как обычно йогуртики купил четыре штучки мне на недельку вот такой йогурт я купил ведерко давно их не ел очень вкусная кстати шоколадными такими кусочками маленькими очень вкусно и еще я в дорогу взял вот такое печенье то конфеты зубы портит наверно с утра встал навел порядочек здесь у себя ну в принципе так я еду ну просто вот это все сейчас уберу в холодильник а мои два органайзера ну вот так что вот так сейчас будем готовить еду наверно просто стрим сделаю да а вот жестон видите где сейчас сидит наверх залез колони отсюда лучше видно потому что там он стоит когда впереди он падает а здесь ему удобно он не падает висит мы с ним болтаем вот ладно будем будем убираться и готовить еду будем едой злоупотреблять вот и заканчивается уже вечер здесь в швеции что я за это время сделал ребята приготовил картофанчика фри с сосисками пожарил на мультиварочке кстати в стриме это все делал потом пожарил блинчики купленные здесь в магазине в этой таком пакетике оказалась рисовая каша ну как в принципе я и думал рисовая каша наташа говорила это наверно творог лучше был бы творог но рисовая каша тоже так для укрепления так скажем живота и стула вот сейчас решил немножко прогуляться погода хорошая но немножко так прохладненько дальше что я еще сделал блинчики пожарил да скушал на то что сказал нам ну короче картошка блинчики кашка зашибись пошло на радость так потом что-то меня так позвонил наташа потом что-то меня как-то прикорнул я спать захотелось знаете как-то я спал спал и подумал что это такое то снег с мусором наверное вот такое видите какой пейзаж кстати посмотрите красиво так кто любители скалолазы скалолазы есть здесь вот это наверное интересно так полазить ух ну да да было наверно мне одеть курточка прогуляться действительно подальше вот я лежал лежал и подумал елки-палки завтра же воскресенье если по швеции запрета нету на воскресенье ехать в германии то он существует но единственное можно там спорта по моему там какой то есть километраж до выгрузки 150 километров проехать но по сути я то не могу ехать завтра значит я завтра с выгрузки ой с парома сразу еду на базу и на базе я стою всю ночь до утра ну там доски до 4 до 5 и тогда только я снова поеду блин надо было точно прогуляться в следующий раз я здесь буду я точно здесь прогуляюсь положу по этим я же такой любителю тут лазить сейчас в тапочках были бы кроссовки а может быть даже сейчас бы пошло не 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 тапки слезают можно упасть вот и подумал что елки-палки какая германия я же приеду просто и пойду на паркинг буду спать там тогда завтра у меня будет интернет я за залью видосы ну в душ наверное завтра схожу на пароме там более такой хороший душ более просторный чем на базе он скажу честно уж на базе он такой тесноватый тесноватый ну красиво здесь красиво мне попросили пейзаж снять вот снимает одну чуть сторону вот велосипеда стоят значит люди здесь есть тоже паркинг такой ну фура сюда не заедет я думаю что как-то тут можно если очень надо добиться туалета думаю что можно слушайте красиво блин вот реально красиво смотрите сами я не знаю как вам видно в камеру но реально и главное ветер ветер больше нету и птички поют обалденно кстати стрим так получался у меня стрёмно пять попыток в итоге тут сделала с телефона они с компьютера вот но это там иногда зависал ну там стрим ни о чем принципе там несколько вопросов вначале было я ответил на них и все потом потом просто готовил еду а вон еще два бензовоза стоят не просто стоят или на ночь наверно просто стоять какая-то заправка станция какая-то я думаю что просто стоят ребята уехали домой спать наверное местные работают да тут наверное интересно сейчас когда я буду здесь в этих краях точно прогуляюсь по этому лесу вот рампочки здесь на году не думаю что он здесь грузился потому что потому что его грузили сбоку сто пунктов да такая ночная как-то помню в одном месте вот таких местах но это так и для себя и сейчас не хочу конечно туалет я просто иду рассуждаю что возможно туалету там я помню где-то я был голландии что ли приехал такая вот тоже заправка и был биотуалет там где-то рядом здесь по-видимому нету вот представляете как здесь тихо тихо и и классно летом но еще я скажу вам так что я вот сегодня 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 я выспался я выспался от того что было очень тихо машин не проезжали вот этого не было вот так проезжали легковые машины до небольшое количество но вот этого вот это вот когда он качает не было они здесь не машины это просто прицепы на диск когда станция заправочная пойдем обойдем глянем стоит бензин написано да какая-то station в рабочем в рабочем состоянии вот и проснулся я я давно так не просыпался сам от того что просто проснулся сколько тоже было пол девятого офигенно честно а здесь наверное какая-то заправка еще помимо всего этого за деньги наверно или как-то заправлять или тут специально для какой-то организации ну что тут такое вот нарисовано то прицепы стоят 51 45 это что значит не знаю драгпорт какая-то карточками легковая машина грузовая машина что тут как-то вводится счет что ли драгкорт да вот так карточки проводишь нарисованы то 51 40 это наверное литров кто-то заправил последний раз 1 ходить там бензином уже пахнет я скажу что я очень хорошо выспался мне там говорят что ой заправка должна быть там туалет душ да все это хорошо но но я вам скажу если вы хотите тишину тишины хотите то вот она тишина а там нету тишины что еще сказать но в итоге да короче я хорошо так за 24 часа им скажу отдохнул не хуже чем обычно за 45 но еще скажем так что я сейчас я сейчас как бы 24 это будет сказано так примерно 20 29 скажем я отстаю потом приеду на базу отстаю 11 часов паузу то есть закрою смену на паром это где-то там в районе не знаю баронера ну скажем ну грубо скажем в час и уеду с базы где-то вроде скажем 5 утра да да это и считайте еще 12 еще 4 16 часов из них минус 11 и получится еще 15 я компенсирую то есть я получится 24 24 плюс 5 да и еще плюс еще плюс 5 34 то есть мне нужно будет еще отстоять 11 часов компенсированных останется но вообще это не такая ненужная арифметика это арифметика для водителя потому что следующую паузу я точно буду делать сорока пятку хотя конечно я могу делать двадцать четверку потому что 24 я могу подряд сейчас сделать по новым правилам и потом зато мне нужно компенсировать все полностью то есть 20 21 плюс 21 плюс 45 это будет аж восемьдесят шесть часов но я еду домой я об этом никому не скажу я просто буду стоять но с другой стороны если вот такая ситуация будет как сейчас вот так сейчас да то почему нет я могу и поехать это не проблемно интересно интересно швеции да ух растущий месяц у нас даже как-то вот так и не верится что ты работаешь на большом машине идешь отдыхая жалко конечно что нету наташа здесь было бы было бы что показать даже потом у поселка вы прогулялись уже было бы интересно не знаем как получится не получится нам поехать белоруссию если не получится возьму наташу собой в рейс получится тогда здорово ездить давно там не было но если я поеду белоруссии надолго поеду по максимуму две недели то минимум по максимуму на две с половиной ух прогулялся перед перед сном каким сном еще спать не буду ложиться сейчас займусь видео длинное видео надо сделать тоже подходит концу надо закончить прошлую каденцию с видео один я тут стою она чтоб я сейчас тут все это не перехвалил что блин придут какие-то нехорошие люди ко мне в гости ночью скажут вставай работу да надо ехать пять часов так далее не не получится что у меня хотя подождите пять часов и я ну да у меня там получится что так и так у меня на пароме смена закончится 512 плюс 7 плюс 3 я должен закончить 8 вечера паром только придет фиг знает во сколько поэтому да там придется это будет как бы прерывная пауза значит все равно 11 часов поэтому будем закрывать открывать паромчик съезжать на партинг и снимать паром и снова стоять час времени дается на это дело вот фонари зажглись вообще хорошо ящу под фонаром буду стоять что ребята вот такие вот у меня выходные выходной получился в швеции на этом буду я завершать не знаю видео наверное больше не о дальнобой а просто моем так сказать дне походе в магазин и т.д. и т.п. ээро форум ну ладно будем заканчивать на этой положительной ноте вечерней всем добра здоровья удачи во всем берегите себя и своих близких и родных будет все чики-пуки удачи ребята спасибо что заходите пока 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 Продолжение следует...